Супротек. Генеральный партнер Народного автомобильного журнала. Продолжение следует... УАЗ 3163. Забыли такое название? Напоминаю. Патриот это УАЗ 3163. И он мне достался на тест-драйв после долгих мучений, и я все никак не могу с ним расстаться. Почему не могу расстаться? Потому что он мне нравится. Почему он мне нравится, я вам про это расскажу. Вообще-то разработка 1980 года. УАЗ 3160, где кузов разрабатывали в Тольятти. Затем был 3162 Симбир, а потом появился 3163 Патриот. И перед нами вторая реинкарнация. Сильно ли он отличается от предыдущей? Ну, визуально не очень. Самая яркая это решетка радиатора. Она стала немножко другой, больше стала эмблема. Ну и все, пошли сбоку. Вы только представьте, этот холодильник больше двух метров высотой. Вы понимаете? Два метра. Ну, это реально с достойным уважением. Еще из небольших изменений. Вот здесь появился уплотнитель. Вот, уплотнитель. Он позволяет, как бы, добавлять некой шумоизоляции. При этом пыль, как проникала в салон, так, собственно, и проникает. Ну, вы уже поняли, что это комплектация World of Tanks. Сразу залезу на заднее сидение, потому что... Нет, не залезу. Зайду на заднее сидение, потому что высота позволяет заходить в эту машину. И не надо пялиться на мою задницу. Ах! А? Каково! Понимаете? Еще раз. А? Ну, вы понимаете, да? Комната. Это дом. Огромных размеров дом. Здесь даже эхо. И я сижу на кожаных сиденьях, сделанных, вы знаете, по фактуре, как какая-то такая русская уставшая буренка. Она бегала-бегала и по мгновению волшебной палочки превратилась в кресло из УАЗика. Полноценный трехместный ряд. Полноценный. А? Поскрипывая, как седло. Открывается подлокотник с двумя стаканчиками. И ты чувствуешь себя, ну, наверное, как в лимузине, пока не едешь. Здесь есть стеклоподъемники. Тут даже есть печка. Вот тут подогрев сидений. Ну, это моя комплектация, это все-таки танк. Подогрев сидений. Раз, два. Печечка, которая дует. И вообще тут шикарно. Вот реально шикарно. Почему я сел назад? Ну, чтобы потом сесть вперед и глумиться дальше. Хотя мне нравится. Есть в этом какое-то такое. 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 Потом сформулирую, какое. А теперь переходим, дамы и господа, к багажнику. Потому что багажник здесь, я вам скажу... Ого-го. Тут, как в сказке, скрипнула дверь. А? Калиточка. Прячемся. Прячемся. Везет. И я вообще отсюда никогда не уеду. Потому что заехал я в такие же пеняцки. Ну, неважно. Итак. Ну, коль я за рулем, значит, пора за рулем. Поменялась торпеда. Торпеда стала другой, более целостной, более красивой. Опять же, у меня комплектация World of Tanks. Поэтому у меня все кожаное. Здесь вот на подголовниках написано World of Tanks, значок. Все кожаное. Вот эта вот штучка. Вот эта вот штучка. Вот штучка эта кожаная. Но самое главное. В новом УАЗике, презентую вам, появилась регулируемая рулевая колонка. И поверьте, это охренительно. Хотя бы только потому, что можно удобно сесть. Вот. Также в моей комплектации есть подогрев руля. Подогрев. Это лобового стекла. Мультируль. С которого можно управлять... С которого можно управлять 7-дюймовым жидкокристаллическим сенсорным экраном, установленным в УАЗ Патриот. Я примерно тоже сейчас... Вернее, то же самое говорю. Как будто если бы... Я не знаю. Я не знаю. Это такой восторг, что в УАЗе Патриот появился жидкокристаллический сенсорный монитор. Ну, правда, работает он странно, но это вторично. Итак, посадка. Посадка нормальная. Дамы и господа, высоко сижу, далеко гляжу. Но мне, хотите верьте, хотите нет, не хватает длины. Еще бы чуть-чуть, и руль бы. Чуть-чуть, и я бы был бы вообще в шоколаде. А при метр девяностое я немножечко не помещаюсь. Поэтому, как бы я ни старался, я еду все время вот так. По старой русской доброй традиции. Таран-таран-таран-таран. Все-таки, наверное, ментально, может быть, какое-то подсознательное такое вот внутреннее... Внутреннее такое вот, что... Вот это отечественная машина. Да, кстати, руль тоже кожаный. Кожаный руль. Очень хороший пластик. Вообще, в УАЗике все сделано настолько аккуратно, настолько грамотно, что кажется, что создатели УАЗа Патриота делали все это топором и от безысходности. Вот понимаете, как-то везде какой-то вот надрыв такой православный, вот как русские песни. Поле-полюшка, выйдув. Выйдув-поле с конем. Вот эта вот великая русская тоска такая тяжелая, обреченная. Жизнь прекрасна, но что-то плохо, что-то гнитет, что-то на душе. И вот УАЗик такой же. Все классно, но что-то вот на душе такое. Подлокотник. Ну, он огромный. Вот за это вообще отдельное спасибо. Здесь можно рыбу солить, реально. Вот прям капусту. Вот видно отсюда печку. Вообще здесь такой маленький, маленький такой, я не знаю, кармашек для драгдилера. Волыну туда можно спрятать, я не знаю. Кстати, бардачок стал меньше. Упс. Бардачок стал меньше. Соответственно, много водки туда уже не поместится. Зато много водки поместится сюда. Ее можно раскладывать. Видите, насколько я руку засовываю? Блин, не отрезало мне там ничего пальцы. Ну, в общем, наверное, по вот так вот я, по вот столько, вот по столько я засунул туда руку. Аааааа! Шутка. Черт. Вот. В общем. УАЗик Патриот. В комплектации World of Tanks. И вообще в своей новой, так сказать, реальности после рестайлинга. Давайте назовем это рестайлинг, как снисходительный рестайлинг. Не фейслифтинг. Как будто он там ботоксы себе в морщинке немножко залил и так стал чуть потолще. А все-таки пусть это будет рестайлинг. Ну, парни. Ну, пусть это будет рестайлинг. Пусть это будет второе поколение УАЗа Патриот. Мы сделаем вид, что это новая абсолютно машина. Да, еще здесь появился полноценный климат-контроль. Не просто кондиционер, что тоже, в принципе, для отечественного автомобиля класс. А здесь есть климат-контроль, который работает. Блин, вы знаете, это классно. Он, конечно, помогает поглощать дополнительный где-то литр бензина на соточку, а иногда и больше в зависимости от педалирования. Но все равно климат-контроль. И вот сейчас на улице где-то 24 градуса, комары, дождь. А я сижу в машине и не потею. А представляете, что можно творить в этом УАЗе Патриоте? Вот туда смотрели вообще? И не потеть. Мне кажется, это выбор молодежи. УАЗ Патриот. Выбор молодежи. И делай с ней что хочешь. Ну, правда, не каждый согласится сесть в УАЗ Патриот. Но зато та, которая сядет в УАЗ Патриот с удовольствием воспользуется климат-контролем. Я все сказал. Ну так, ладно, поглубился, а в целом реально очень удобно. Вот прям охрененно. Вот прям нравится. Вот прям зуб даю. Хотите верьте, хотите нет. А вот эти вот хромированные воздухозаборники. Понимаете, машина стала целостной. Она, конечно, далека еще до идеалов, до эталонов зарубежных производителей, но она целостная. Она такая, какой должна быть. Вот мне нравится, все классно. Ну и потолок. Я могу в папахе здесь сидеть. Понимаете, в папахе. Ну что, дождик закончился? Да, закончился. Можно выходить. Рассказываю вам про багажник. Ну, погода все равно шепчет. Я счастливчик. Возвращаемся к багажнику. Честно говоря, я бы сделал двойную дверь. Во-первых, это как-то... Ну, все вещи, естественно, я уже сложил, потому что был же дождь. Быстро все спрятал. О! Итак, честно говоря, я бы сделал двойную дверь, но это просто удобнее, потому что и веса будет меньше на одну стойку. Но не суть. Половина 630 литров, вверх 1130 с чем-то, и если сложить сиденье, 2415 литров объем багажника. Господа, это... Ну, это нет слов. Это реально огромное, огромное пространство. В багажнике есть что? Вот такая мягкая штука. Цепи Nordis. Я всегда их беру с собой. На самом деле, я реально их всегда беру с собой. Вот, есть розетка на 12 вольт, лампочка. И все. И все. И только... Эхо. Эхо. Которое всегда присутствует в салоне этого автомобиля. Покатался по полям. Мне не понравилось то, что пылище, пылища, полевая пылища попадает в салон. Вот это мне не понравилось. Я не могу понять, почему нельзя сделать уплотнитель нормальным. Вроде бы все сделаю нормально. А уплотнитель говно. Ну, ничего другого не скажешь. Говно. Нет никаких дополнительных кармашков. Вот, понимаете? Вот. Вот. Весь изговняешься. Соответственно, если вы вещи сюда положите... Мало того, что какие-то вещи сюда класть плохо, потому что они будут кататься. Здесь нужно делать хотя бы, я не знаю, сетку какую-то натянуть. Но все будет в грязи. Вот полевая дорога, и все будет в грязи. Вот еще раз показываю. О, черные руки. Ладно. При этом огромный багажник. И мне опять это нравится. Да. Я вот такой суицидально-депрессивный совок. Мне нравится, когда... Когда... Вот. Все. Я все сказал. Вы меня услышали. Теперь идем... Куда мы теперь идем? А, теперь складываю диван задний. Фу ты. Сидения раскладываются под сидушкой. Есть некий кармашек, куда можно положить, скажем, аптечку. Здесь лежит домкрат. Есть маленький некий такой, не знаю, лоток для всяких приятных штучек. Вот. Ну, не раскладывается, потому что я далеко сижу. Надо подвинуться. Но суть не в этом, господа. Я понимаю, рамная конструкция. Я понимаю, что уазик это... Это вот, это вот, это вот. Но почему нельзя сделать... Нельзя сделать ровный пол? Почему должен быть вот такой перепад в ладонь? Для меня загадка. Нет, для меня не загадка. Это я все понимаю. Ну, потому что не могут сделать ровный пол. Кстати, здесь теперь один бак вместо двух. Соответственно, нет никаких перекачных насосов, нет никаких всяких извращений. Один пластиковый бак с правой стороны, защищенный железяками, всякими термическими штуками, чтобы он не горел. Но все равно, это приятная мелочь. Но ровный пол нужен. Ну, есть возможность сделать ровный пол. Есть. Или нет. Спрошу на заводе. Добро пожаловать, командир. Бой начинается. Можно ехать. Ю-ху! И вот так вот, каждое утро, садясь в машину, тебя приветствует твой автомобиль. Ну, это же, согласитесь, это мило. Это уютно, это классно. Итак, соответственно, полный привод. Можно включить понижайку. И поехали. Можно по-разному относиться к УАЗу вообще, и к Патриоту в частности. Но одно надо признать. УАЗ великолепный, великолепный вездеход. Не внедорожник, а именно вседорожник. Вот реально, великолепный. Клеренс 210, 37 с копейкой передний бампер. Брод полметра. Ты можешь без страха и упрека преодолевать любое бездорожье. Снизу крепкая рама, крепкие мосты. Это не просто какие-то там шрусики с резиночками. Это две стальных трубы. Мощных трубы. Да, дизельный двигатель, автоматическая коробка передач. Это не про УАЗ. Упс. Вообще не про УАЗ. Хотя очень хочется дизельный мотор. Очень хочется, чтобы местный 2,7 выдавал не 100... Сколько там он выдает? Не 135 лошадей, а хотя бы 200. Ну, обещают, что будет турбировано. Обещают. Ну, будем надеяться. Хотя очень странно, почему в России не прижился дизель. Он ведь был, но не прижился. Ну, это, наверное, такой еще сельский взгляд россиян, что мотор может быть только бензиновым. Хотя современные дизели, поверьте мне, поверьте моему опыту, моим, я не знаю, моим тестам, моим знаниям, что дизельные моторы стали настолько великолепны, что на УАЗике они бы смотрелись просто вот прямо вот, прям к столу. Ну, хотя и бензиновый, низкообородистый ЗМЗ, гордость и печаль Ульяновского автозавода, это неизбежность. Вот как я. Я просто к ним подъехал и переехал. Оп, я свалился в канаву. О, мама, спасите, помогите. Я даже не чиркну. Вообще. Я могу отпустить руль. И он сам выберется из колеи. Уверенность. Уверенность в том, что машина доедет. Уверенность в том, что ты УАЗик починишь в любом колхозе. Это классно. За это я, наверное, и уважаю. Я не могу сказать, что я люблю УАЗ. Я его просто уважаю. Как серьезный, один из последних, настоящих внедорожников. Вот и все. Сейчас выползем на дорогу, я тоже там поплачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, как я уже говорил, я три недели езжу на УАЗе Патриот Мне нравится, потому что эта машина настолько специфична и своеобразна, что к ней надо привыкнуть Вот ты садишься после всех современных, странных, классных, комфортных автомобилей в УАЗ И понимаешь, что здесь все не так Все не по-человечески, но в том понимании людей, которые привыкли к комфорту Когда ты разгоняешься на УАЗе, тебя болтает и тебе кажется, что тебя снесет с дороги Но это не так Да, машина чуть-чуть плавает, но это за счет того, что на ней установлены настоящие железные мосты И вот эти вот сочленения стальные не могут работать мягко Они хреначат, ну поэтому небольшой люфт Вот, ну небольшой При этом руль с усилителем очень чувствительный И поверьте мне, можно знатно вваливать на этом УАЗе, но не быстрее 120 км в час Потому что свыше 120 км в час у тебя складывается ощущение, что ты едешь свыше 180 км в час И тебе просто становится страшно Вот, очень страшно Мотора, честно говоря, не хватает Вот, чтобы разогнаться динамично и песенно, нужно постоянно давить в пол Ты слышишь, как хрустит коробка, как в ней переключаются, перещелкивают шестеренки Спасибо Вот, шестеренки, все щелкает, все напрягается, иногда подгуживает Но надо отдать должное На Ульяновском автозаводе улучшили шумоизоляцию И теперь, например, я слышу, как разговаривают люди, сидя на заднем сиденье Раньше, в предыдущей версии УАЗика, я этого не мог сделать Реально стало тише Ну, про мягкость, плавность хода говорить бессмысленно Здесь установили большие зеркала В левое зеркало все хорошо видно А вот вправо я почему-то ни хрена не видно Вот такой лопух, а мертвая зона, ну просто фантастическая Я думаю, почему от меня машина все время справа мне бибикует А потом оказалось, что я их не вижу Поэтому, если на вас начинает с левой стороны наваливаться УАЗик Это не потому, что за рулем сидит гондон и козел А потому, что он вас тупо не видит Учитывайте, эта мертвая зона вправо из зеркала Просто какая-то фантастическая в грузовиках А я их уже много протестировал и много ездил в разных автомобилях Такой мертвой зоны нету Господа с Ульянов складки завода Пожалуйста, поставьте там хотя бы чуть-чуть сферическое зеркало Чуть-чуть, прям вот самую маусь Приходится его выгибать, ну чтобы вот так вот смотреть Вот так вот Ну это непорядок Высота автомобиля такова, что ты едешь выше лэндкрузера Ты едешь на уровне общественного транспорта И тебе плевать хотелось на всю эту шебуршающую мелочь вокруг тебя Ты монументален Ты не нарушаешь правила дорожного движения Потому что ты не можешь это делать Ты бы и рад превысить скоростной режим Но там, где 60 км в час, ты едешь 60 км в час Потому что эта машина приучает тебя к спокойствию Я вот, например, даже не нервничаю Если на какой-то резкой машине я ругаюсь матом Кричу, что вокруг все идиоты И пропустите меня, я иду на взлет То здесь я не кричу, не ругаюсь Я просто еду С кирпичным лицом И я так могу ехать долго И если мне придет хоть один штраф за превышение скорости, это будет чудо Реально чудо Машина не превышает скорости А еще мне очень нравится в УАЗике ехать с открытыми окнами Все-таки православная конструкция кузова Позволяет не пользоваться кондиционером летом Нету вот этого, знаете, как в иномарке открываешь окно И такое ощущение, что у тебя сердечно недостаточно, аритмия, ты сейчас сдохнешь И все люди говорят Здесь этого нету Здесь просто открываешь окна и едешь, наслаждаешься, как кабриолес 60-70 А что спешить-то? Спешить бессмысленно Быстрее не приедешь Топливо не сэкономишь Вообще похрен Нет, если вы думаете, что я молчу, это не так На самом деле я что-то говорю Про себя говорю Уговариваю себя Заснул Далее С точки зрения безопасности УАЗ тоже стал безопаснее Дополнительные подушки появились Вместо бардачка Поэтому он стал маленький Аэрбэк здесь Стали устанавливать другую рулевую колонку Она телескопическая То есть если в предыдущем УАЗе при лобовом столкновении Вам просто бы, скорее всего, отрубило бы голову То теперь просто ее раздавит Знаете, как это в анекдоте? Ну, ты, по-моему, пристегнут был, да Сидит в машине, как живой Вот примерно такая же разница Теперь с УАЗом Патриот Не хватает категорически шестой скорости Ну вот просто сил нет, как не хватает шестой скорости Очень нужна шестая скорость И подводя резюме всех моих поездок Я могу сказать одно К УАЗу Патриоту надо относиться с небольшим снисхождением Потому что машина не дешевая От 800 до 1 миллиона 130 с чем-то, скажем, в моей комплектации А у меня крайне небедная комплектация Надо понимать, что это отечественный автомобиль Это хороший автомобиль В нем едешь и не боишься, что что-то сломается Потому что многие аспекты на Ульяновском автозаводе были пересмотрены В плане конструктивных каких-то решений Не глобально, но в увеличив... Как сказать? В лучшую сторону Вот Соответственно, ульяновский автомобиль надо прочувствовать И когда вы его прочувствуете Вы его полюбите Реально Это машина с большой буквы Это не автомобиль Это не какое-то... Я даже не могу подобрать вот этого гнусного слова Чтобы обидеть всех остальных Которые копошатся вокруг УАЗика УАЗ это вседорожник Честный Хороший Прожорливый Внедорожник Вседорожник Поэтому его просто надо полюбить За всем я с вами раскланиваюсь Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Делитесь там что-то там в комментариях В соцсетях И как говорят модные блогеры ТРПР и 8ДР Все, пока Я вас люблю Любовь все быть может К ульяновскому автозаводу Угасло не совсем Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»